Здравствуйте! Вы смотрите программу «Свое дело». В каждом выпуске мы рассказываем о предпринимателях, которые добиваются успеха и реализуют свои идеи в жизни. Сегодня мы познакомимся с одним из них. Он выиграл грант в размере 300 тысяч рублей и добился успеха. Село Обшаровка считается административным центром и включает в себя сразу пять населенных пунктов. Здесь проживает больше 6 тысяч человек, и надо сказать, что добрая половина из них уже давно ездит на собственном автомобиле. Раньше на ремонт своего железного коня им приходилось отправлять далеко за пределы села. Ближайшие станции техобслуживания находились на расстоянии 50 километров. С этой проблемой столкнулся Александр Кокарев. Водитель со стажем однажды решился открыть свою мастерскую и таким образом помог всем местным автолюбителям. Вообще Обшаровка такой организации не было. Это, конечно, нужно людям. Приходилось ездить в район, в Привозу, чтобы отремонтировать машину. У всех есть подъемники. Ну и качество тоже. Вот я здесь переобувался. Замечательно. С тех пор, как он открыл свое дело, прошло уже три года. Но в полную силу Александр начал работать только сейчас. Все это время он строил помещение, закупал оборудование и налаживал рабочий процесс. Александра я знаю давно уже, со школы. Мы общались вместе. Вот он, как открыл сервис, не хватало нам его в деревне. Конечно, хоть что-то появилось. Так, приехать в машину, посмотреть, что и как. Всегда он отзывчивый такой. Посмотрит, никогда не откажет. На первых этапах работы большую поддержку бизнесмену оказал Министерство экономического развития Самарской области. Александр принял участие в конкурсе грантов и выиграл 300 тысяч рублей. На эти средства бизнесмен купил новое оборудование и с его помощью теперь работает. Занимаюсь в основном, ну, это вот ремонт автомобиля, это же, так сказать, начальное. А ко мне едут люди, те, которые проверены, что именно по шиномонтажу. Ну, а сейчас занимаемся и ремонтом ходовой, и ремонтом трансмиссии, и двигатель даже бывает ремонтируем. Пока в мастерской он справляется самостоятельно. Свой рабочий день начинает рано утром и трудится до последнего клиента. Я обращался к нему не раз уже, то есть у меня все устраивает, цена, то есть у нас до города далеко, сами знаете, вроде бы дорого туда что-то, да, догнать машину, починить, а сам двигатель открыл здесь, все устраивает, делает хорошо. Даже некоторые также подъезжают за советом, там кто-то сам что-то делает, не разбирается, он подъезжает, также он дает советы, все. Как бы, хороший человек. Весной работы вдвое больше. Кому-то нужно заменить зимнюю резину на летнюю, кому-то подлатать колесо. В будущем бизнесмен мечтает расширить свое дело и принять на работу новых сотрудников. А пока он много трудится, чтобы воплотить свои идеи в жизнь. Начинающие предприниматели в процессе деятельности часто задаются вопросами, на которые следует искать совет у экспертов. Сегодня мы поговорим на тему лицензирования предпринимательской деятельности. На все вопросы ответит юрисконсульт Валентина Филинская. Здравствуйте. Какой закон в настоящее время регулирует лицензирование? Согласно действующего законодательства, предприниматель может заниматься осуществлением отдельных видов деятельности только после получения специального разрешения или лицензии. Задачами лицензирования как раз таки и является предупреждение, выявление и пресечение таких нарушений, а также проверка соискателя на соответствие обязательным требованиям. В настоящее время базовым законодательным актом в этой сфере является принятый 4 мая 2011 года Федеральный закон номер 99 ФЗ о лицензировании отдельных видов деятельности. В этом законе представлен перечень видов деятельности, занятия которых требуют получения лицензии в обязательном порядке. Существует также и ряд иных федеральных законов, которые регулируют порядок и сроки представления лицензии по отдельным видам деятельности, на которые не распространяется 99 ФЗ. Например, это у нас закон о связи. Также это федеральный закон 171 ФЗ, регулирующий оборот и производство этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Какие виды деятельности подлежат лицензированию? Перечень видов деятельности, занятия которых требуют обязательного получения лицензии, установлены у нас в статье 12 Федерального закона номер 99 ФЗ. Он состоит из 50 пунктов. Также хотелось бы отметить, что некоторые виды деятельности, не представленные здесь, тоже требуют получения специального разрешения. Они оговорены в статье 1 99 ФЗ. Также есть оговорка, что определенные виды деятельности, на которых не распространяется данный закон, также требуют получения специального разрешения. Это у нас перечень, указанный в части 2 статьи 1 99 Федерального закона. Он состоит из 12 пунктов. Есть ли сроки, на которые выдается лицензия? Да, безусловно, есть. Но, опять-таки, вернемся к нашему федеральному закону 99 ФЗ. Вот те виды деятельности, которые установлены в статье 12, как помним, да, это 50 пунктов различных видов деятельности. Так вот, лицензии на эти виды деятельности выдается бессрочно. Получил один раз, и все. Дальше работай. А те виды деятельности, которые требуют получения лицензии, но не регламентируются 99 ФЗ или регламентируются им частично, действуют в зависимости от вида деятельности. Что грозит предпринимателю в случае, когда он осуществляет свою деятельность без лицензии? Осуществление предпринимательской деятельности без получения специального разрешения или без получения лицензии влечет за собой наложение административного штрафа. Для граждан размер такого штрафа составляет сумму от 2 до 2,5 тысяч рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья, либо без таковой конфискации. Наложение штрафа на индивидуальных предпринимателей и должностных лиц в сумме от 4 до 5 тысяч рублей, также с конфискацией, либо без таковой. На юридических лиц от 40 до 50 тысяч рублей, также с конфискацией, либо без таковой. Валентина, я благодарю вас за нашу беседу. А теперь переходим к новой теме. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Валентина, я считаю, что поможет в части привлечения, обеспечения разного рода специалистов, юристов, которые, так сказать, смогут уже более четко и детально в каждом виде проконсультировать, обобщить эту проблему и обратно ее подать. Центр «Бизнес против коррупции» будет работать на безвозмездной основе. На днях он начнет прием заявок. Если вы столкнулись с нарушениями прав, звоните по телефону «Горячая линия» для предпринимателей. Он работает с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. Сразу в двух городах. Телефон «Горячая линия» в Самаре. Плюс семь девятьсот тридцать семь семьсот девяносто восемь восемьдесят три пятьдесят два. Телефон «Горячая линия» в Тольятти. Плюс семь девятьсот тридцать семь двести семнадцать девяносто восемь восемьдесят семь. 28 мая в Самаре откроется форум «Линия успеха», приуроченный ко Дню российского предпринимателя. В торжественном открытии примут участие руководители малого и среднего бизнеса, а также представители органов власти. Более подробно о программе форума вы можете узнать на официальном сайте форум 2014.линия-успеха.рф Регистрация начинается с 12 мая. Участие в форуме бесплатное. Внимание! Открыт региональный этап конкурса «100 лучших товаров России 2014 года». Номинация конкурса «Продукция. Продовольственные товары. Промышленные товары для населения. Изделия народных и художественных промыслов». Сбор заявок проводится до 30 мая. Дополнительная информация по телефону в Самаре – 336 9017. 336 08 27.